Добрый день! Генеральный директор клуба Владимир Линке, главный тренер первой команды Александр Призевко и представители наших спонсоров, которых мы представим немного позже. Итак, в первом блоке нашей пресс-конференции мы поговорим о прошедшем сезоне, в котором металлист 19-25 стал вице-чемпионом Украины, повысился в классе и вскоре дебютирует на профессиональной арене. Для подведения итогов спортивного сезона 2016-2017 я предоставляю слово Александру Призевко, главному тренеру нашей команды и генеральному директору Владимиру Линке. Александр Сергеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Подведение итогов. Начинали, если коротко, начинали на старте, закончили на Олимпийском. Мне кажется, это кратко, но содержательно. В принципе, не обошлось без неудачных матчей, но я думаю, у всех команд бывают в ходе сезона какие-то неудачные отрезки. А так, ребятам могу только поблагодарить, сказать спасибо за этот проведенный сезон. Тем более, если вспоминать по началу, как мы собрались, как мы команду строили, комплектовали, с какими трудностями мы сталкивались. Я думаю, что сезон, можно сказать, провели на хорошем уровне и могу его назвать только удачей. Владимир Иванович. Здравствуйте. Ну, наверное, правильно, потому что задачи, которые мы ставили перед сезоном, выход в автороге, мы задачи выполнили. Как выполнили, безусловно, правильно говорит Александр Сергеевич, потому что футбол это такая вещь, бывает хорошо, бывает плохо, как у зебры. У нас было больше белых полос, чем... Поэтому, я думаю, с задачей мы справились. Какие трудности были, безусловно, большие. Ну, и так же, как он говорит, что начали со старта, закончили на Олимпийском. Сейчас и очень хорошо, и где-то негативно, про нас говорит вся Украина. Значит, какой-то цели мы добились. А задачи на следующий год, наверное, всем понятно, наше и желание, и стремление, и наше, и ваше, и болельщик, как быстрее вернуться в высший дивизион. Поэтому задачи ставим максимальной, без этого, наверное, нельзя, потому что не ставив максимальной задачи, мы не будем расти. Поэтому задачи ставятся только максимальной. Вопросы? Игорь Корректор. Первый вопрос, Александр Сергеевич. Что изменилось в команде переходом из аматоров в профессионал? Ну, я думаю, тут ничего измениться не может. Должно измениться само их осознание. Потому что многие игры даже на аматорском уровне показали, что будет нелегко везде. Если на аматорах бывает нелегко, то во второй лиге будет еще тяжелее. То есть ребята должны этот сезон проанализировать аматорский и сделать просто соответствующий вывод. Потому что будет все равно труднее. У нас состав практически не изменился. В большинстве игроков основная бойма осталась. И они проходили через эти игры, через победы, через поражения. Просто должны сделать выводы и идти дальше. Вы уже определили, кто конкретно будет бороться за выход в первую лигу? Или у нас все соперники будут одинаковые? Да нет, ну нам как определять? Я команды в принципе не знаю. Команды сейчас у нас такой футбол. Команда сегодня одна, завтра подписывает 10 новых человек. То есть сейчас по ходу сезона мы смотрим на себя. Это самое главное. И по ходу сезона мы там уже будем определяться. Еще вопросы? Микрофон. Вопрос к Александру Сергеевичу. Скажите, уже по прошествии сезона, как вы считаете, потеря отъезда Сергея Наполова в Польшу стала ли для команды? Действительно потеря? И удалось ли его кем-то заменить? Потому что видно, что во втором круге не хватало, так скажем, креатива в атаке. Много было матчей на выезде, когда там какой-то момент можно было решить за счет индивидуальных действий. Этого не происходило. Поэтому небезосновательно можно сказать о том, что все-таки Сергей Наполов был одним из игрокоманды. Судя по сравнению первого круга и второго. Спасибо. Ну, правильно вы сказали, в плане игрока, футболиста, да, мы потеряли в креативе, в игре на атаку. Но сейчас у нас, в принципе, крайние хавы, которые работают на атаку, все атакующие. И мы надеемся, что в этом плане мы прибавим. Потому что во втором круге, да, у нас были проблемы в плане крайних хавы. Микрофон. Первый верх. Вопрос там, Джек Александрович Сергеевич. Скажите, пожалуйста, вот не чужой Харькова Эдмар в интервью программе «Много футбола» назвал, ну, выделил, так можно сказать, синицу Олега, да, как лучшего игрока нынешнего металлиста 1925. Кого вы можете выделить по прошествии сезона? Ну, я не буду никого выделять, потому что, ну, есть какие-то у нас индивидуально сильные футболисты, да, которые выделяются в атаке. Ну, есть люди, которые работают и в середине поля, выполняют много черновой работы, но она не так заметна. Точно так же люди играют в обороне. Вот, то есть тут вся команда. Если мы играем плохо, проиграем, то вся команда виновата вместе со мной. Если мы выиграем, то команда отрабатывает. Ясно, что есть у нас там где-то, это вы уже говорите, там, синица выделяется. Я не могу такого позволить себе в раздевалке сказать, что синица лучше сегодня был, или там, кого-то сказать, что он лучше. То есть проигрывают команды и выиграют команды. Да, пожалуйста. Сначала, наверное, вопрос к Александру Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, это известно, что на сегодняшний день, ну, команда действительно требует укрепления, усиления, прежде всего, задней линии. Ведется поиск игроков, ведется селекция. И вот, наверное, Владимир Иванович, следующий вопрос. На свободных агентов расчет только идет, либо все-таки клуб сегодня уже способен кого-то приобретать за реальные деньги и предлагать какие-то контракты серьезные? Дело в том, что мы продолжаем так же работать. В основном стараемся, чтобы в команду возвращались, приходили молодые, но Харьковские. Это мы ищем сейчас пока все в Харькове. Но не исключена та возможность, что мы готовы к этому, не исключена та возможность, что будут люди с других команд, с фамилиями и даже в Егене. Поэтому здесь ведется работа и, я думаю, в ближайшее время можем удивить. Еще вопрос. Вот еще зима говорилась о том, что перед клубом стоит задача кратчайшие сроки подниматься по дивизионам. Перед этим сезоном уже поставлена задача выходить с первой же опеки в первую лигу? Задача будет ставиться, я же говорил уже, задачи будут ставиться максимальные. Как она будет выполняться, ну, по крайней мере, мы будем стараться. А я думаю, что задачи всегда мы ставим максимальные, иначе нет смысла работать. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Первый ряд. Натрушил Ченку. Спасибо, Дмитрий Шевченко, мову футболу. Запитание, че до пана Володимра, че до пана Олександра, власне про Харьковских. На сегодня такие известные футболисты, как Поступаленко, Шевчук, Марко Девич и вольными агентами. Можливо? Можливо, но самое главное, чтобы их желание было играть. Все зависит от их желания. Мы представим новых людей, которые сами изъявили желание у нас играть. Кое-кто еще изъявляет желание. От них пока не поступало таких предложений, что мы хотим играть. Это везде от нас 25. Будет от них желание играть у нас, будем разговаривать. Спасибо. Если по спортивной части вопросов нет, тогда давайте перейдем к следующей теме. Как вы знаете, наш клуб движется вперед, развивается. И сейчас мы хотим представить новых спонсоров и партнеров нашего клуба, с которыми футбольный клуб «Металлист-1925» не так давно подписал контракты. И слово предоставляется Сергею Михайловичу Староженко. Спасибо. Организационная работа клуба «Экономика», «Маркетинг» не стоит на месте. У нас работают опытные специалисты. Благодаря их работе мы имеем возможность сегодня познакомить вас, представить вам наших спонсоров, и наименование чьих предприятий вы сегодня же увидите в новой экипированке, которую мы тоже хотим вам презентовать. Вот сейчас рядом со мной находятся представители АЭС-групп. и предприятия «Новообразиль». «Новообразиль», да? «Новообразиль». Это очень современный завод, все харьковские предприятия, которые заявили желание работать с нами, с которыми заключены контракты, которые будут поддерживать в финансовом плане наш клуб на протяжении всего спортивного сезона. Если есть вопросы, пожалуйста, к мне, к моим коллегам. Единственная просьба, у нас существует коммерческая тайна, которую разглашать мы не хотим и не будем. Все остальное для вас, спасибо. Ну и давайте мы предоставим слово директору группы компании АЭС-групп Ярославов Довенко. Спасибо, добрый день. Начну, наверное, издалека. Те, кто родился в Харькове, и кто сюда приехал жить, наверное, чувствуют то, как город относится к людям, в каких комфортных условиях они сейчас живут. И самое главное, это спасибо, что пригласили нас сюда, сделать жизнь лучше, можно так сказать, заложить даже какой-то камушек, фундамент, положить развитие нашего любимого города. Спасибо. Спасибо. Максим Гречишников, заместитель директора компании Новообразив. Новообразив. Добрый день. Большое спасибо. Для меня очень радостно сегодня присутствовать от имени нашей компании до нового мероприятия. Я должен сказать, что для Новообразовского образивного завода это большая радость и большая честь стать частью футбольной семьи, футбольного клуба «Металит» 1925. Мы очень надеемся на то, что в данном случае это будет как раз тот случай синергии, когда один плюс один равняется не дум, а трюм. Поэтому футбольному клубу и ребятам на поле всем хочется пожелать в новом сезоне стать выше, быстрее и сильнее. Ну а мы со своей стороны всячески будем поддерживать все начинания и все возможные новые проекты. Спасибо. Спасибо. Давайте вопросы. Есть вопросы? Пожалуйста, микрофон. У меня связано, наверное, к двоим спонсорам будет вопрос. Сколько долгосрочное это сотрудничество с клубом «Металит» 1925? Спасибо за вопрос. Не ставили таких задач о сроках. То есть на сегодняшний день есть задача, вот она выполняется. Насколько это будет долгосрочное, это как жизнь. Вот она продолжается, и мы работаем. Спасибо. Контракт заключен на спортивный сезон, на год. Ну, как вы сказали, это коммерческая тайна. Это коммерческая тайна. Это срок. Контракт заключен и на протяжении всего спортивного сезона. Компания АЭС, компания АЭС будет нас поддерживать. А мы будем с благодарностью носить, наверное, на премиатуру этой компании в тех местах, где дизайнеры это обрели. И Максим? Ну, в принципе, ответ аналогичен. Мы подписали договор, подписан сейчас на спортивный сезон, да, 17-18 года. Но мы рассчитываем на то, что это будет гораздо более долгосрочное сотрудничество. И, по сути, сейчас это лишь первый шаг, лишь начало. Поэтому надеемся на долгие дружеские отношения. Мы же очень приятно. Спасибо. Еще вопросы будут? Не будет. Тогда идем дальше. Возможно, кто-то из вас об этом уже слышал, но точно никто не видел. Сейчас мы представим вам новый логотип футбольного клуба «Металис-19-25», в который наша команда, наш клуб, входит в спортивный сезон 2017-2018. Для этого мы приготовили специальный промо-ролик, который хотим вам и продемонстрировать. «Металис-19-25» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! В этом зале находится один из учредителей клуба, который привлек к работе над этим альтертипом, как оказалось, очень талантливого молодого человека, члена клуба болельщиков, который совершенно бескорыстно, совершенно на таких чувствах эзотизиазма и любви к нашему клубу сотворил этот продукт. В этом зале Максим Герасимов, я представляю вам. И молодой человек, представьтесь нам, пожалуйста, который этот логотип изобретен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 который будет использоваться как в фанатской среде, так и в среде любителей зеркала. Теперь если есть вопросы, мы готовы их выслушать и ответить. Возможно, Максим или его друг, или мы, готовы ответить по поводу нового логотипа. Вопросы? Ты давай, как в делом солнце пусты. Вопросы есть? Вопросы нет. Есть, 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 давай. Ребята, вам, наверное, вопрос. Любой логотип, он что-то всегда символизирует, правильно, что-то вас натолкнуло, вдохновило. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем, что означает цвета, буквы, цифры. Вроде все и понятно, но вдруг есть какие-то сюрпризы. Дизайнер Антон Столяров прообразом логотипа стал щит, так как в лице болельщиков он означает защиту их родного клуба, то есть нашего клуба. Цвета синий – это верность и доброта, а желтый – это саморазвитие. То есть и самый главный символ – это буква М, то есть металлист и 1925, который находится в середине логотипа. То есть это, ну, самым главным – это, конечно же, щит. И вот, как болельщики, мы всегда будем защищать свой клуб. Спасибо. Если вопросов… У меня еще маленькое дополнение. На зале находится, я хочу представить журналистов, коммерческий директор нашего футбольного клуба Игоря Николаевича Эвкаленко. Вот он, который опекуете, я кажется, на зале. Теперь мы не дальше. Да, Андрей Парнюк. Добрый день. Я хотел бы немножко допомнить по поводу логотипа, презентации которого представлен. Был представлен у нас здесь дизайнер, который разработал данный логотип. Я хотел бы еще добавить для журналистов такую интересную информацию, что сам промо-ролик, который был здесь представлен, он также разработан. Членами клуба болельщиков. Именно коммерческой комиссии, комиссии по пиар. Здесь был представлен, в частности, Виталий Николаев, автор этого промо-ролика. Мелодия, которая здесь звучала. Эта мелодия официально принадлежит нашему клубу. Мелодия эта куплена официально. И есть еще одна мелодия, которая есть. И мы ее в дальнейшем будем, планируем использовать для узнаваемости бренда нашего клуба. То есть запоминайте, можете запомнить сейчас, прослушать еще раз. Вы будете слышать ее регулярно. В течение недели это как минимум, это данную мелодию. И которая должна ассоциироваться у каждого харьковчанина и у каждого жителя Украины, и мы надеемся, не только Украины и Европы, именно с нашим клубом. То есть мелодия это наша, не только логотип. Все, спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, приехали секунду. Вот тут упомянули клуб болельщиков. Я хочу, чтобы вы знали, что не так может быть много, но 330 членов клуба болельщиков, которые поддерживают своим интеллектом и своими финансами. Наш клуб официально зарегистрирован, официально работает, официально помогает клубу полностью бескорыстно творить вот такие замечательные вещи, как ролик, мелодия, логотип. Сейчас ребята работают над стихами гимн. Мы отдаем все это болельщикам. Мы хотим, чтобы болельщики управляли клубом. Мы хотим, чтобы народная команда, которую мы действительно строим, была бы действительно народной. И учитывалось мнение не только учредителей, но и всех болельщиков, кто пришел официально и стал членом нашего клуба. Спасибо. Спасибо. Так, теперь мы переходим к следующему блоку нашей пресс-конференции. Сейчас мы вам презентуем новую линейку экипировки, в которой футбольный клуб «Металлез 19-25» войдет в новый сезон. Как вы знаете, недавно была презентована фирма, которая будет поставщиком этой экипировки, компания «ЭРЭА». И сегодня ребята, сейчас команда выйдет к вам и презентует эту экипировку. Один важный момент. Домашний вариант игровой формы, эксклюзивной игровой формы, будет презентован накануне первой домашней игры сезона в чемпионате Украины. На этом стадионе. На этом стадионе, да. Итак, мы начинаем с наших голкиперов. Красный комплект вратарской формы презентует Владислав Федак. Денис Дьяков презентует черный комплект вратарской формы и Максим Тельнов – белый комплект вратарской формы. Теперь игровая форма синего цвета. Просим пройти в этот зал. Олега Синицу, Александра Пивоварова и Сергея Давыдова. Идем дальше. Парадно-выходной костюм представляют Дмитрий Нерубенко, Денис Скотаренко, Владислав Сидоренко и Иван Пес. Первый тренировочный костюм – Максим Тельновенко, Владислав Емельянов, сегодняшний именинник, Сергей Романов и Максим Ермоленко. Второй вариант тренировочного костюма – бриджи и футболка – Александр Процевский, Иван Коваленко и Михаил Староженко. И, наконец, следующий вариант выходного костюма – Владислав Краев, Андрей Маслов. Ярослав Дегтяренко и Андрей Ролюченко. Для представления новой линейки экипировки я предоставляю слово Сергею Михайловичу Староженко. Ребята могут присесть. Инициатором разработки этой формы, инициатором переговоров с фирмой Рео, человеком, который работал с дизайнерами, представителями итальянской компании, является один из учредителей нашего клуба – Максим Герасиев. Ваши аплодисменты. Его деятельное участие и авторство, по сути, привело не только к логотипу, не только к выбору цветов, но и к шрифту на спине у ребят на футболках, так и на шрифту номеров, и вообще всеми дизайнерам, которые, честно говоря, я не знаю, как вам, руководству клуба, тренером, главному тренеру, спорсором, я надеюсь, всем нам, Харьковчанам, очень нравится. Поэтому, как говорится, в добрый путь. Клуб не жалеет ни сил, ни средств. И мы говорим о том, что эта форма пополнится еще комплектами домашней формы, которая будет вызывающе интересно, она будет бомбой, такой, какой никогда не видела футбольная Украина. Мы вас всех обязательно пригласили. Но будет это ближе к 30-му числу. Мы надеемся 30-го июля провести матч на родном для нас в спортивном комплексе «Металлисты». Если есть вопросы, я готов. Вопросы есть? Если вопросов нет, тогда сейчас мы презентуем вам наших новых футболистов. У нас их четверо, которые недавно подписались к вам контракты. Итак, хотелось бы пригласить в этот зал нашего первого новичка. Это Владимир Черников. Только надо от лампы отойти, потому что фото будет плохое. Вот сюда, поближе, пожалуйста. Игорь Чередниченко. Юрий Бурочин. И футболист, который вернулся в первую команду нашего клуба, это Филипп Хамильтон Роллингс. Уважаемые коллеги, после пресс-конференции у вас будет возможность индивидуально пообщаться с каждым из ребят. Если есть вопросы по трансферам, вопросов нет. Хорошо. Тогда наша первая часть пресс-конференции подходит к концу. И хотел бы предоставить заключительное слово Сергею Михайловичу Стороженко. Друзья, клуб развивается, вы это видите. Клуб имеет хорошие перспективы в плане спортивной подготовки. Мы полностью доверяем тренерскому штабу во главе Александра Сергеевича Презентка. Наше состояние финансово абсолютно стабильное. Бюджет на спортивный сезон полностью сверстан. Клуб наш полностью выполняет взятые на себя перед футболистами и сотрудниками клуба обязательства. И будет их выполнять безукоризненно. Мне видится, что этот сезон должен быть удачным. После нашей общей встречи и пресс-конференции мы планируем учредителей клуба и руководством остаться с футболистами. Буквально 25 минут побеседовать. Мы поставим конкретные задачи. Мы объясним, что нам нужно. Мы рассчитываем на взаимность со стороны непосредственных исполнителей. И с оптимизмом смотрим сезон, который будет для нас очень и очень сложным. Мы это понимаем. Поэтому рассчитываем на вашу помощь, на поддержку средств массовой информации. Рассчитываем на доброжелательность. Мы всегда открыты. И в тех пределах, какие мы можем проявить гласность и полную открытость, мы готовы к вопросу любому. От каждого из вас. Рассчитываем, что 30-го числа мы доступны на родном стадионе. До этого, к сожалению, мы вынуждены будем арендовать, хотели статью на Динамо. Но оказалось, что там поле не приспособлено сейчас для игры в результате экономической ошибки. Поэтому мы будем проводить матчи на стадионе Солнечный. Домашние матчи. Куда вас всех приглашаем. В том числе 9-го числа мы проводим там первый наш кубковой матч. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы с нашими коллегами и друзьями из Донецкого Шахтера развести матчи. Встречаем понимание со стороны руководства клуба. Я думаю, что мы таким образом построим календарь чемпионата, при котором в один игровой день будут играть, проводить матчи здесь Донецкий Шахтер. А в другой игровой день будут проводить матчи в 19-20-м. Мы рассчитываем на поддержку зрителей. Она была для нас очень важной и существенной. 9-го числа, как повторюсь, мы играем в Солнечном. Мы организуем автобусы с площади Свободы до стадиона Солнечный. Будет трансфер, будут автобусы постоянно курсировать с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. А после окончания матча в течение часа для того, чтобы эвакуировать и обеспечить транспорт зрителям этого матча от стадиона Солнечный до центра города. В автобусы эти могут попасть только люди, у кого будут на руках билеты. Билеты будут продаваться, сейчас начнется продажа в кассах стадиона. Будет онлайн продажа и билеты будут продаваться возле автобуса с тюардами. За каждым автобусом будет закреплен стюард. Кроме этого, хотел бы вам сообщить, что после печальных событий 19 июня этого года на НСК Олимпийский у нас открылся очень хороший диалог с нашими болельщиками «Ультрас», в результате которого мы пришли к соглашению о том, что «Ультрас» подчинится приказу, который издал генеральный директор клуба по запрете посещения всеми группами «Ультрас Харьков» матчей нашего клуба 19-25 в городе Харькове на стадионе, где бы ни проводилось «Виталист», «Динамо» или «Солнечный». Кроме официальных лиц и журналистов объединения ароматского объединения «Ультрас Харьков». Кроме того, «Ультрас Харьков» взяли на себя обязательство, подчиниться приказу и не выезжать. Самое болезненное, я это понимаю. Не выезжать на матчи в другие города. Наша команда теряет серьезную поддержку на выезде, серьезную поддержку дома. Но, увы, это мера дисциплинарного воздействия, которая необходима как предупреждение тому, что повториться тому, что произошло на «Ультрас Харькове», не должно нигде, ни в одном городе Украины. Мы рады ответственной, мужественной, честной позиции объединения «Ультрас Харьков», которые публично взяли на себя ответственность, публично признали свою ошибку. А кроме признания, еще поехали в Хмельницкую область и извинились перед руководством клуба «Агробизнес», с которым у нас матч не служится. Это отдельная тема «Почем и как?». И проявили, я считаю, лучшие их качества, честных, нормальных, добропорядочных лиц. Поэтому мы рассчитываем на то, что предвиденные надлежащие готовности силы правопорядка для проведения матча 9 июля на стадионе «Солнечный» не понадобятся. Хотя я буду там, естественно, контролировать ситуацию. Мы благодарны всем, кто придет, всем, кто поддержит и всем, кто будет с командой. Я верю, что и «Ультрас Харьков» будут с командой дальше, сделают для себя соответствующий вывод. Очень на это рассчитываем. Если есть вопросы, готовы ответить. Но прошу нам немножко ускорить процесс наш, поскольку мы хотим встретиться еще с командой перед началом нового спортивного сети. Спасибо. Вопросы? Микрофон. Власное уточнение, вы сказали, что сейчас за несколько минут будет встреч с командой, где руководство клуба, основники поставят задачу. А чем можно для широкого загала, для журналістов ей сейчас озвучить, какая она конкретно на новый сезон? Мы ставим перед клубом самую высокую задачу, как сказал генеральный директор Владимир Иванович Линки. Но это наше такое маленькое производственное совещание, на котором мы хотели бы посмотреть друг другу в глаза и осознать взаимно, есть ли у нас потенциал для выполнения этой задачи, поскольку задача будет поставлена этапом. Задача будет поставлена на первый круг чеки. Если те футболисты, кто одел сегодня форму нашего клуба, способны эту задачу выполнить, то перед началом второго круга, я надеюсь, мы соберемся здесь же с вами и сформулируем вместе с вами новую, я надеюсь, максимальную задачу. А пока, извините, мы к своему кругу должны пообщаться, чтобы потом вас не обмануть. Это очень тонкий и деликатный вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Касательно совместного проведения матча на стадионе «Металлист-Шахтера». Насколько ранее анонсировалось, «Шахтер» расстилает новое покрытие на «Металлисте». Какое участие приняли новые спонсоры и чем отличается новое покрытие от того, что было? Может, это какая-то новая технология, чтобы оно было более прочным или еще что-то? Покрытие, то есть верхняя часть газона, которая находилась на нашем футбольном поле, по заключению специалистов и агрономов, пришло в полную негодность. Потому что там почвенный состав говорил о том, что оно умирает. В связи с этим футбольный клуб «Шахтер» – большое ему за это спасибо. Приняли решение произвести замену верхнего газонного слоя. Для этого использовали специальную машину, которую у нас в Харькове такой нет. И я не знаю, есть ли вторая такая в Украине. Эта машина позволила, как хирургическим скарпелем, срезать 5-6 см верхнего слоя газона, не повредив при этом прошивку искусственными тканями самого газона на глубину до 15 см. Вы знаете, что прошивался газон. Эта прошивка осталась неповрежденной. После этого был положен новый грунт, засеян, и сейчас газон в великолепном состоянии. После окончания пресс-конференции попросим Александра Бенлицкого, тех, кто захочет, выйти к газону. Не на газон, а к газону и посмотреть его. Первый матч, однако, на нем можно провести не раньше 20-х чисел июля. Ну, такова технология. Все средства на реконструкцию газона оплатил затраты все, оплатил гаметский шахтер. Наши спонсоры участвуют в поддержке нашего клуба, и участия в этой реконструкции не принимают. Что еще? Одно маленькое оточнение с приводу того, что тут скрозь нас оточивают на улице, на войска металлист, навіть в пресс-центре, стосовно символики того же клуба, который уже прошел в прошлое. Это планируется как-то изменять, и пока оно все залишится вокруг вот этого самого костера. Давайте определимся сразу. Де-факто футбольного клуба «Металлист Харьков» нет. Как ни горько это осознавать. Он оказался в руках человека, который не испытывал любви к нему. Такой, как мы с вами. Клуб погиб. Де-факто погиб. Де-юре он жив. Поэтому снимать символику и менять ее на что-то, мы не хотим и не имеем на это никаких правд. Мы уважительно относимся к клубу. Президенты приходят и уходят, а тот клуб всегда будет в памяти харьковчан. Поэтому мы уважительно относимся к символике, к панно, которое находится здесь, в том числе, в этом зале, можете убедиться. И ничего менять мы не собираемся. Не хотим и не будем, как говорится. Спасибо. И не потому, что мы признаем за нашим клубом какие-то права на тот клуб. Это войны. Мы не правоприемники. У нас нет общей истории, общих трофеев. У нас нет вообще ничего общего. Мы просто живем в одном городе. Вопрос к Александру Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, в свете подписания четырех новых игроков, насколько хорошо укомплектована команда для выполнения высоких задач? И есть ли в команде, разумеется, на ваш взгляд, позиции, которые требуют крайнего немедлого усиления? Спасибо. В свете последних наших приобретений нет таких позиций, которые надо во что бы то ни стало закрывать. Есть позиции, которые мы хотели закрыть и пригласили игроков опытных. Это все, наверное, знают по обороне. По команде, по комплектации. В принципе, у нас сейчас на сегодняшний день 22 человека. По два человека на место. И, в принципе, борьба в каждом месте в основном в составе. То есть на каждой тренировке ребята показывают, доказывают. Обойма хорошая. То есть я считаю, что команда готова, должна решать серьезные задачи. В сентябре такая ситуация будет складываться, что на ОСК «Металлит» будет играть и сборная Украины, будет играть «Шахтюр» в свои матчи чемпионата, матчи лиги чемпионов. Не получили ли это так, что команда «Металлит» 19-25 будет вынуждена постоянно играть на других стадионах? Я хочу повторить. У нас заключен договор с ОСК «Металлит» до завершения сезона в 2018 году. Этот стадион принадлежит областной территориальной громаде. Управляется областной государственной администрацией. Вопросами стадиона, команды живо интересуется губернатор области Юлия Светличенко. Никто не собирается нас, хозяев, куда-либо выдворять. У нас с «Шахтюром» партнерские отношения. С генеральным директором футбольного клуба «Шахтюр» мы постоянно встречаемся и находимся в диалоге. Но, вы правильно поднимите, будут матчи национального чемпионата высшая лига, будут матчи евротурниров, Лига чемпионов и будет сборная. В этих условиях футбольный клуб 19-20 пойдет навстречу тому, кто играет в Лиге чемпионов и национальной сборной команды Украины. И если это будет хоть каким-то небольшим даже препятствием для игры национальной сборной, мы уйдем и сыграем матч на «Солнечном» или на «Динамо». Если это будет мешать «Шахтеру» сыграть в Лиге чемпионов, и день будет совпадать или разрыв будет один день, мы уйдем и сыграем на «Динамо». Мы гостеприимные хозяева. Но я говорил и говорю еще раз. Мы гостеприимные хозяева. И мы хотим, чтобы арендаторы лица Донецкого «Шахтера» или сборная команды Украины нас также уважали как хозяев и относились к нам с таким же уважением и почтением, как мой книг. Вот и все. Поэтому никуда мы не съедем, не рассчитываем. Спасибо. Еще вопросы будут? Если вопросов нет, то сейчас мы заканчиваем нашу официальную часть пресс-конференции. Пойдите, посмотрите в футбольное поле. Вы сможете пообщаться с ребятами, с футболистами, посмотреть в поле. И после этого приглашаем вас на третий этаж, на небольшой турше. Всем спасибо.